Напомним, педагога уволили за применение методов воспитания, связанных с физическим насилием. Первоклашка, по словам учителя, задирал остальных учеников в коридоре. Коллега попросила Марию Чашкину помочь утихомирить ребенка из другого класса. Та согласилась. Но после нескольких неудачных попыток успокоить ученика, Мария Владимировна решила отвезти его к директору. Ребенок сопротивлялся, но учитель все равно повела его в кабинет. Все это было сфиксировано камерой видеонаблюдения. Впоследствии родители школьника обратились к руководству с жалобой на неправомерные действия учителя. Марию Чашкину уволили по статье, которая не позволяет дальнейшим работать педагогам. На ее защиту стали коллеги и родители других учеников. После выхода репортажа прокомментировала ситуацию и уполномоченной по правам человека Светлана Шмелева, считая увольнение педагога в ШУИ слишком суровым наказанием. Мария Чашкина обратилась в суд с требованием восстановить ее на работе. И вот на очередном заседании руководство школы предложило заключить мировое соглашение. С завтрашнего дня я уже приступаю к работе, возвращаюсь к своим ученикам, именно к своему классу. Также мне будет выплачена зарплата за то время, когда я не работала. Но самое главное, что мы возвращаемся, я возвращаюсь, да, это к детям. С детьми учительница встретится только в понедельник, ее класс пока на карантине. Ждет с нетерпением, говорит, многое надо наверстать. Мария Чашкина благодарна всем, кто оказывал ей поддержку и в социальных сетях, и лично. Огромнейшее всем спасибо, потому что без этой поддержки человек бы растерялся в такой ситуации. Вот эта поддержка людей и то, что они верят в мою невиновность, это очень дорогого стоит. Мария, в свою очередь, согласно мировому соглашению, отказывается от своих исковых требований. Речь о компенсации морального вреда. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова